Всем привет! Вот у нас снова встреча по питончику. Значит, наш курс язык программирования питона для факультета вычлителя математики и кибернетики. Вот. Сегодня у нас разговор, как и обещал, про командную строку. Ну, еще раз, мне кажется, в прошлый раз мы ее потыкали, но если я буду повторяться, не в защите. К сожалению, у меня, не к сожалению, но специфика такая, что у меня в этом семестре два курса по питону, и они друг друга будут сначала в одну струб перегонять, потом в другую, потому что у нас есть еще курс для начинающих. Вот. И в нем было на одно занятие больше, поэтому про командную строку я вам немножко уже рассказывал. Вот. Значит, сразу предваряя вопросы, а то мне уже на лекциях для другой кафедры задают вопрос, как зарегистрироваться на этот спецкурс. На этот спецкурс надо зарегистрироваться путем регистрации в 164-м контесте факультетского сервера проверки олимпиады, проведения и проведения олимпиады проверки домашних заданий EJADGE. Вот. Значит, по этому делу есть методичка, она, правда, написана для другого в 18-м году для психологов, но для нас она тоже сойдет. Вот. Единственное, что сейчас, вот буквально днем, почему, собственно, так поздно я начал, буквально вчера еще EJADGE переезжал на новую платформу, вот, более прогрессивную, и обновлялся. И там мы еще с этим контестом допиливаем с администратором, соответственно, когда там появятся домашние задания, я обязательно об этом сообщу в чатик, следите за чатиком. Вот. Но регистрация уже появилась, я проверил и даже зарегистрировался. Вот. И здесь у меня пока не работает проверка. Ну, регистрироваться уже можно, а проверку сейчас починим, там просто переходят с версии на версию какие-то штуки. Вот такие дела. Вернемся к нашему питончику, вот, и поговорим про командную строку. Еще раз извиняюсь, извиняюсь, приношу свои извинения перед теми, кто услышит это не в первый раз, но, в общем, мне важно это дело зафиксировано. Значит, в этом вашем линуксе, а также и не в нем, питон можно запустить просто как бинарник, который будет интерпретировать все, что вы туда пишете. Вот. Если вы туда что-то пишете, интерпретатор пытается интерпретировать то, что вы говорите, вот, и выдает свои сообщения вам в качестве комментариев относительно ваших действий. Виктор, это спецкурс для 321 группы отличается от нас с вами в целом только тем, что у нее еще есть практика, вот, которая происходит лично, очно по четвергам на факультете. Вот, именно так. Если официально говорить, то это кафедральный курс для кафедры СВК и спецкурс для всех остальных. Вот так примерно это устроено. Вот. Значит, возвращаемся к питончику. Вот, да, значит, интерфейс командной строки, если вдруг кто не знает, это такой диалог с пользователем. Вот. Глеб, я только что об этом рассказал, смотрите, на сайте там написано. Это предупределяющий диалог с пользователем, который устроен таким образом, что вы даете текстовую команду интерпретатору, интерпретатор ее интерпретирует, дальше делает действия согласно этой интерпретации, дальше отчитывается об этих действиях. Ну, например, А равно 5. Как видите, интерпретатор интерпретировал вашу команду, выяснилось, что по результатам этих действий никакого отчета вам предоставлять не надо. Да, действительно, был создан объект 5 и поименован буквой А, вот, именем А. Соответственно, никакого отчета вы не увидели, но тот факт, что вы не увидели, означает, что вы написали что-то правильно. Потому что если бы вы написали что-то неправильно, было бы сообщение об ошибке немножко другое. Вот в такой форме вы можете общаться с вашим питончиком сколько угодно. Интерфейс командной строки есть три или четыре принципа. Первое. Это диалог. Второе. Это диалог между компьютером, интерпретатором и человеком. Второе. Это диалог текстовый. То есть вы передаете тексты, вы получаете тексты. И третье, значит, три, видимо, принципа. Третье. Это совмещение управляющего потока данных и... Совмещение потока управления и потока данных. Про что это я? Смотрите. Вот у нас интерфейс командной строки в питоне. Мы ему говорим, напечатай, пожалуйста, выведи на экран слово куку. И он выводит на экран слово куку. Это наша команда управления питоном. А это наши данные, которые он, значит, вывел. Мы можем даже написать вот так вот. S равняется input. Ну и там, допустим, print s умножить на 4. Вот это у нас команды. То есть мы... Это поток управления нашим интерпретатором. Дальше происходит какой-то ввод. Какой ввод? Ну, функция input хочет, чтобы мы ввели какую-нибудь строчку. Ну, мы вводим какую-то строчку. Это у нас данные. Происходит... Мы переключаемся на поток данных, которые мы вводим в наш интерпретатор. Дальше интерпретатор интерпретирует то, что он сказал. Выводит данные. И снова переключается на поток управления. При этом интерфейс один и тот же. То есть мы пользуемся вот этим вот экранчиком. Не обязательно этим. Мы сейчас посмотрим другие варианты. В которых то, как мы общаемся с компьютером на предмет того, что происходит, и то, какие конкретно данные при этом обрабатываются, вводится и выводится через одно и то же окошечко. Те из вас, кто был немножко на... Или вспомнят немножко третий семестр курса операционной системы, помнят, что в действительности поток управления и поток данных во всех операционных системах разделяются. Как минимум, стандартный вывод ошибок разделяется со стандартным выводом обычным. В питоне это тоже не исключение, но пока что мы про это говорить не будем. Может быть, в конце этого семестра поговорим про модуль, который называется subprocess, и там как раз на этот счет посмотрим, как это устроено. С точки зрения обычного пользователя, мы в одном и том же окошке видим и данные, которые вводятся и выводятся, и управляющие команды, и диагностику, то есть управляющий поток данных в обратную сторону. Совмещение интерфейса, потока управления, потока данных. Значит, что обычно характерно для любого интерфейса командной строки, в том числе для питония. Ну, во-первых, характерны некоторые дополнительные условия для редактирования входного потока. Ну, например, у нас есть история, по которой мы можем погулять. У нас даже есть команда control-r, reverse-search, по которой мы можем найти какую-то команду, которая была у нас в истории редактирования до того, ну, как бы где-то там вверху, там несколько раз нажать на стрелочку. Ну, давайте посмотрим, вот, например. Например, вот, когда-то при работе с питончиком я использовал оператор printqr. Поиск в обратную сторону по этому самому кве выдал нам вот этот. Вот. Значит, такой редактор, такой редактор. Мы можем попробовать отредактировать команду и снова ее набрать. Ну, короче говоря, какие-то инструменты для редактирования той самой команды, которую мы, те самые команды, которые мы даем, есть, в том числе, вот, например, и стоит. Вот. Еще есть такая фишка, как подсказка. Для тех из вас, кто не очень знаком с линуксами, сразу скажу, как отличить ситуацию, что я работаю с питончиком, с ситуацией, что я работаю с линуксовой командной строкой, а я иногда буду это делать в качестве иллюстрации, не обессудится. Если вы видите вот такую подсказку, то это командная строка не питон, а линукса, которая поддерживает всякие вот такие вот команды и так дальше. А если вы видите вот такую подсказку с тремя стрелочками, то это питон. Вот. И, соответственно, в питоне, понятное дело, у него совсем другие команды. Фактически его команды – это команды языка программирования питона. Меня тут некто с ником pythonprog спрашивает, как набрать несколько строк. А зачем вам набирать несколько строк? Задам я странный вопрос. Несколько строк нужно набрать только в том случае, набрать, если вы хотите, например, написать составной оператор какой-то, ну, там, не знаю, условный, да? Допустим, for или там цикл for in vd. Двые точки. Отступ обязательный. Print. И обратите внимание на то, что интерпретатор питона, увидя конструкцию с двоеточим в конце сказал, у вас тут, наверное, составной оператор, давайте-ка вы продолжайте вашу работу. Print. И вот. Ну и print там, не знаю. И умножить на 2 плюс восклицательный знак. Вот. Ой, это был неправильный. Давайте еще раз. Вот. Print. Ну вот. Как видите, в случае составного оператора, да, питон сам распознает, что вы тут у нас использовали составной оператор. И до тех пор, пока вы не введете пустую строку, будет просить вас продолжать ваши упражнения. То же самое относится, допустим, к константам многострочным. Мы знаем, что в питоне есть обычный констант, а есть многострочный. Например, можно написать, а равняется, и пока вы не закроете это тремя кавычками, у вас будет, значит, производиться задание вот этой многострочной строкой константы а. Если вы уже выполняли предыдущее домашнее задание и начали читать тьюториал по питону, если нет, то сегодня сегодняшнее вашнее задание будет прям конкретной главой из тьюториала, надо будет прочесть, то вы знаете, что Python можно настроить, положить в специальный файл под названием Python Startup разные скрипты, разумеется, на питоне, которые будут что-нибудь делать при старте. Ну, не знаю. Ну, вот, допустим, у нас есть мой Python Startup. Да что ж ты будешь делать? Вот. В котором я, например, определяю, как работать с историей. Да? Я могу там, не знаю, переопределить. Давайте попробуем, проэкспериментируем. import sys sys.ps Нет. Ну, не помню так, что там переопределить. Ладно. Ну, короче говоря, в котором я могу приобрететь что-нибудь. Хотя, конечно, давайте попробуем, поищем. А, ps1 маленькими буквами. Да? Я был прав, только забыл. Так, import sys sys.ps точно равняется ку-ку. Вот, пожалуйста. Если мы вот такую команду вставим в Python Startup, то у нас будет такая извращенная подсказка. Но мы этого, конечно, не хотим, поэтому мы так делать не будем. Тем не менее, вот это тоже можно сделать. Да? Настройки. Python Startup. Вот. Вы, в принципе, можете туда положить всякую странную штуку. Например, я пользовался одно время, пытался пользоваться такой штук, которая у нас в 5-ти Python. Сейчас попробую, посмотрю, она у меня есть. Нету. Петти-пайтон это такой интерпретатор Python, как видите, вот он, да? Который умеет всякие штуки волшебные. Молодь. Фактически, это просто оболочка вокруг того интерпретатора, в который намазаны эти самые волшебные штуки. Так. Вот. У него можно даже попробовать нажать F1. Нет, нельзя нажать F1. Да? У него можно нажать F3. History. Смотрите, как красиво. Вот. У него есть какой-то различный способ редактирования. Какой-то пейсмод. Вот, короче, я не очень понимаю, как вам, дорогая, как отсюда выйти. Вот. Я не очень понимаю, как им пользоваться. Я так и не научился им пользоваться. Вот. Но, тем не менее, смотрите, какая штука. Вот. Вы можете... Бррр. Вы можете вот таким вот образом модифицировать байт на стартап. Вот. И в результате при старте питона будет на самом деле запускаться этот пятипайтон. Жмак. Обратили внимание, да? Вон он. Вот. Ну вот. Мне это не понравилось, честно говоря. То есть я попробовал и решил, что... Значит, выйти из питона очень просто. Надо либо с помощью терминала передать ему символ конца файла, который в случае Linux это Ctrl D. Вот. Либо вызвать функцию exit, которая сделает то же самое. Давайте мы вернем вот эту штуку, потому что мне не понравилось. Вот. Помимо pt-пайтон есть еще b-пайтон, e-пайтон и всякие вот такие вот конструкции, которые примерно то же самое сделают. Да? Вот. Значит, b-пайтон довольно забавен тем, что он всю историю каждый раз редактирование сохраняет. То есть вот всю картинку, которая все время у него растет. Вот. Очень много такого рода интерпретаторов бывают встроены в малые редакторы, и все остальное. Вот. В них часто бывает так, что питон себя ведет вот так. Иногда бывает по-другому. Значит, рекомендованный для нашего курса, ну совершенно необязательный редактор idle. Ну вот, на самом деле, если его просто запустить, он запускает в первую очередь этот самый питоний shell. Вот. Значит, почему он рекомендованный? Потому что он всегда есть в питоне, он вместе с ним приезжает. Даже если у вас специфический дистрибутив Linux, который выпиливает графику из питона, всегда можно... Вот, кто поставит питон, поставите еще такая интер, и все будет. И idle тоже будет. Ну и Python Utils, в данном случае, это называется. Вот. Короче говоря, idle есть практически всегда. Он простой, как 7 копеек. В нем ничего лишнего нету. Вот. А все нужное в нем есть, включая отладку. Мы про отладку поговорим потом когда-нибудь. Вот. Соответственно, тот интерпретатор, который запускается в idly, по своим функциям, немножко не похож на те интерпретаторы, которые запускаются в командной строке обычной. Вот. Ну, чем он не похож? Ну, он вот подобно всяким bpython, прочим, bpython и ipython, он раскрашивает вашу... Раскрашивает вашу командную строку. Это, конечно, очень круто. Вот. И вываливает какие-то подсказки. Но главное его отличие, почему я, собственно, про него вспомнил, и не только его, многие такие встроенные в idly-шечки интерпретаторы Python работают по этому принципу. У него нету истории как таковой. То есть она есть, но она вот выглядит как вот этот вот градусник справа. А стрелк перемещает просто по экрану, отмечая ту строчку, которую вы хотите повторить. Вот я еще нажму Enter. Получится очень красивая картинка. Весь синтаксический кусок, который начинался с того места, куда я переместил курсор, по Enter пристроится, и мы можем его, например, отредактировать. Вот. Ну и чтобы, значит, что еще знаю про этот интерфейс, что если вы что-то выбрали, нажали Enter, то оно закипипастится. Не нужно Copy-Paste делать. Просто выделили, нажали Enter. Вот, смотрите. И Enter. Вот. Таким образом, вот у нас есть несколько разных способов запустить Python. Способ непосредственно запустить его как программу. Способ запустить его как программу, вокруг которой намотана какая-то оболочка текстовая или графическая. В том числе он бывает встроенный в всякие средства разработки, типа... Ну, у нас есть всякие страшные редакторы. В смысле, большие. Вот. Про синтаксические ошибки, ошибки выполнения поговорим чуть позже. Вот. Нет, конечно. Конечно, это не фича эмулятора терминала. Вот. Selection... Ну, то есть, это фича того виджета, скажем так. Виктор, это фича того виджета, на основании которого сделан idle. Я так думаю. Хотя нет, там это все нужно программировать. По умолчанию оно так не работает. Это именно idle так написано. В общем, вот. Так что нет, нет. Терминал работает не так. Терминал вообще устройство последовательное. То есть, фактически, терминал не помнит, что у него вот здесь. Это вы еще должны специальными внешними средствами как-то скопипастить то, что там находится. Есть, кстати, в Linux прекрасная фича, которой я периодически буду пользоваться. Это, когда вы выделяете что-то, а для того, чтобы его вставить, просто нажимаете среднюю кнопку мыши. Вот. Такое есть. Но не Enter, конечно. Enter занимается самим дорогим. Значит, вот этот пункт про синтаксические ошибки, ошибки времени выполнения мы пропустим пока что. Ну вот, а поговорим про то, что, поговорим про редактора или нет? Нет, наверное, все-таки вернемся вот сюда. Правильно здесь написано. Не зря я тут написал. Просто это более общая тема. Мы все с вами знаем, что языки бывают двух видов. Компилируемые и интерпретируемые. Вот. Я на вот этих лекциях для начинающих приводил пример компилируемого языка программирования C. Вот. В которых между написанием программы, в компилируемых языках, между написанием программы и выполнением кода есть еще этап компиляции. В случае интерпретатов такого этапа нету. И мы с вами только что видели, как команда интерпретируется Python прямо в момент их подачи туда. Вот. С этой точки зрения программа на Python любая, не более чем набор этих самых команд на Python, которые интерпретатор интерпретирует. То есть мы можем запустить... Сейчас куда-нибудь надо зайти. idle3.py Вот мы запустили редактор, в котором мы напишем print кило Да? Вот. Вот мы этот файл сохранили. Давайте сохраним его. Выйдем из редактора. Вот он появился у нас в качестве файла в каталоге. Ну, в соответствующем каталоге. И вот мы его выполним. Вот. Здесь у нас вместо того, чтобы интерпретировать команды, которые мы ему скарлили со стандартного ввода, Python интерпретирует команды, которые мы сложили в сценарий. Соответственно, этот сценарий можно увеличить... Только idle3. Да 3 же я сказал. Вот. Написать в нем много всяких других этих самых команд. Да. Вот. И все, значит, пойдет к тому же кругу. Да. Вот этот файл, вот его содержимое, вот как его интерпретирует питом. Вот. Ну, пример. Да, пример. Такой же программы на Си. Пример такой же программы на Си. Говорит о том, что... Вот она, программа на Си. Запустить ее никак нельзя. Ее надо сначала скомпилировать. Вот. Получается... Давайте посмотрим на размер. Да. Вот эти файлы совсем маленькие, а этот... Ну, давайте даже вот так сделаем, да. И эти файлы по, там, 39 байт, 117 байтов, а этот файл 25 килобайтов. Вот. Выглядит он очень странно, но его можно запустить. Он вот так вот выполняется. Да. Значит, интерпретируемые языки. Мы запускаем интерпретатор для того, чтобы он выполнил программу. Да, это немножко другой... Давайте, ну, я надеюсь, вы не запутались, и это одно из них питоновская. Ну, давайте там. Давайте здесь напишем CWorld, а здесь напишем Python World, чтобы было понятно, что они разные. Вот. А в другом случае нужно программу сначала скомпилировать. Вот тут вот так вот. А вот здесь вот обратите внимание на то, что пока я программу не скомпилирую, у меня в этом бинарнике будет лежать старый ее вариант. Вот в этом разница. Вот люди экспериментируют с escape-последовательными в терминале. Для тех, кому все это скучно, есть такой проект TNC Compiler. Вот. Это не Turbo C, а именно TNC Compiler, который инициировал известный инициатор гениальных проектов Фабрис Белар. Довольно долго его, значит, сопровождал, потом забросил, ему надоело. Сейчас он им занимается комьюнити, худо-бедно занимается. У TNC Compiler есть прекрасное свойство имитировать интерпретатор. В действительности, конечно, никакой интерпретации не происходит, просто он очень-очень-очень быстро компилирует. Вот. И вот эта вот команда TCC-Run, на самом деле, это компиляция и последующий немедленный запуск вот этой программы X010.C. Наконец, в проекте C-Lang, точнее, да, в проекте C-Lang есть, забыл, как называется, прямо интерпретатор C-шный, который тут репл, серепл он называется, или как-то так, который все это умеет. Но я в этом не силен. К тому же мы разговариваем про Python, на самом деле. Чтобы закончить эту тему, потому что у нас есть довольно большая тема прямо уже про язык сегодня, давайте разберемся еще с редакторами. Как видите, я, когда забываюсь, немедленно открываю редактор Vim, который, я правда говорю Vim, но на самом деле это, конечно, Vim, вот, в котором я все редакторские действия делаю на автомате, не задумывайся, поэтому он... Виктор, скорее всего, отсутствием вот этого временного файла. Или, скажем так, отсутствием следов этого файла с бинарником, когда мы говорим минус-ран, TCC, скорее всего, где-то на стороне его делает этот файл, запускает и тут же удаляет. Вот он. Видите, он его создал. Он туда написал. И он его, это самое, немедленно удалил. Вот. Так, мы отвлекаемся. У нас про Python лекции. Не сбивайте меня. Значит, да. Окей. Компилятор versus интерпретатор. В чем главный недостаток интерпретатора по отношению компилятора. Очень мало ошибок возникает в период разбора исходного текста программы. Большинство ошибок происходят в момент выполнения. Большая часть ошибок уезжает в рантайм. Пример. Давайте мы попробуем... Мне тоже не очень понятно, зачем для всей интерпретатора тут вот комментарии. Именно поэтому я ничего про него не знаю. Давайте попробуем внести ошибку в компилируемый язык, в программу на компилируемом языке программирования. Причем ошибку позднего связывания. Напишем мое любимое, мое любимое словосочетание PRNITV. PRNITV. Попробуем выполнить эту программу. Мы не смогли ее выполнить, программу, потому что не прошла ее компиляция. Точнее, не прошла компоновка. Компоновщик говорит, знаете что, функции PRNITV не существует. Идите в лес. Давайте попробуем внести такую же ошибку в питон. Ну, проигнорируем тот факт, что нам PRNITV не распространен как ключевое слово. В конце концов, редактор не обязан все это раскрашивать. Вот. Попробуем выполнить теперь программу на питоне. Смотрите. Первая строчка этой программы была выполнена. Питону понравилась эта строчка, он ее выполнил. И только когда выяснилось, что функции PRNIT нет, ее невозможно вызвать, питон заругался. Это типичная ошибка рантайма. Здесь мы даже не успели запустить нашу программу уже на этапе компиляции, точнее компоновки, выпала ошибка. Здесь мы ее успели запустить, успели пронаблюдать вывод. И только после этого, значит, обнаружилось, что программа не может быть выполнена до конца. Вот. Это, вообще говоря, нечетко, потому что мы можем, призадумавшись, сделать такую ошибку, которая... Видите, да? Сейчас синтаксическая ошибка происходит при синтаксическом анализе текста на питоне. То есть питон вообще не мог съесть этот файл. Вот. Именно поэтому он нам сразу выдал ошибку, а не попытался его выполнить. То есть ему, он, при попытке его в сосайте превратить в байт-код, файл не заработал. Но при попытке в сосайте превратить в байт-код вот такой файл, да, программа заработала, просто потом в конце концов в таблице имен не нашлось имени прнит. Такие вот дела. Все. Мы, значит, для того, чтобы закончить эту тему и начать уже про язык говорить, давайте поговорим еще чуть-чуть про редакторы. Значит, редактор Vim вы видели. Есть редакторы такие же консольные, которые можно прямо вот запускать с консоли типа MCedit. Вот. Который вполне себе тоже редактор. Вот. Да. Что там еще из такого сорта есть? Nano какой-нибудь. Я не помню, как им пользоваться. О, Ctrl-X выход. Окей. Как выйти из Nano. Да. Есть, разумеется, дикое количество, несметное количество программистских редакторов более толстых. Ну, для меня, да. Тут некоторые говорят, что лучше Vim ничего нет. Его осваивать тяжело. Более толстых, которые умеют всякие штуки типа подсветки синтаксиса, подсказок и всего остального. Мы с вами видели Idle. Есть еще какой-нибудь Genie система, которая тоже может вполне себе работать с питончиком. Вот, пожалуйста. У него даже... Ой. Что это такое? Что это такое? Дорогой GTK3. А что это ты такое нарисовал? Какие-то артефактики. Вот. Да, и тут даже где-то должен быть вот... Только питонной консоли у него нет. Хотя, может быть, и есть в плагинах. Не знаю. Да? Здесь тоже можно запустить его как-то отсюда. Вот. Ну, и так дальше. Там еще есть спайдер. Спайдера есть. Спайдера нет. Мы можем его поставить. Но не буду его ставить. На самом деле, их миллионы. Если вы пользуетесь под Linux, например, какой-нибудь средой графической, то почти наверняка к ней прилагается редактор, в котором можно программировать. Какая-нибудь... Какой-нибудь крайт. Да? О, пожалуйста. Ой, как страшно. Он открыл. Он знает синтакс языка программирования питон, но он, зараза, использует пропорциональный шрифт. Вырви мои глаза. Да. Значит... Ну, не важно. Важно то, что тоже, в общем, такие редакторы есть. И следующий уровень, так сказать, толщины. Это крупный IDE типа PitchArm, очень популярного сегодня для разработки на питоне. Vingodee, плагинов к Eclipse, ну и так дальше. Вот такого сорта толстенные программы. Давайте, что ли, Vingodee запущу в качестве примера. Оооо, ага. Вот он какой, видите? Вот. И он тоже, в общем, даже работает. Это какой-то другой пыточка P. Я, видимо, кому-то приводил уже такой пример. Ну, давайте все позакрываем. А, да вот что, давайте его просто, просто... Во, пожалуйста. Да что ж такое, он все время раскрывается на весь экран. Ну, понятно. Ну, короче, вы меня поняли. Да? Значит, IDE, это еще не самый толстый, да? В том же PitchArm тут будет дофига всяких окошек. IDE хорош тем, что у него есть и консолька. В котором можно что-то попробовать. И какие-то подсказки. Вот. И встроенный help. И много чего другое. И какой-то аналитик, и отладчик, и утилита рефакторинга. Ну, в общем, дальше по вкусу можно наращивать толщину IDE до неимоверных размеров. Вот. Весь смысл больших таких сред. Это поддержка профессиональную программирование. Ситуация, когда вы делаете несколько, там, десятков килобайтов кода в день. Ну, может быть, просто килобайтов. Не знаю. Много кода в день пишите. И вам нужно очень эффективно, без лишнего шума, всеми привычными инструментами пользоваться мгновенно. Вот. Поскольку мы с вами изучаем язык, то нам, в общем, без разницы, редактор из-под чего используют для изучения языка. В следующем семестре, когда у нас будет разработка на питоне, использование IDE будет мешать. Потому что, или, по крайней мере, временами мешать. Потому что мы должны понять, как это организовано в питоне, а в IDE, как правило, вся разработка прибита гвоздиками уже заранее. Но это в следующем семестре. В этом семестре можно пользоваться чем угодно. Вот. Возник вопрос, можно ли программировать на планшете, на телефоне. Ну, можно. Вот. У меня, например, в телефоне тупо в андроиде стоит тупо этот самый, как его зовут-то, господи, прости. Его зовут термукс. Термукс – это такой юзерспейс Linux для андроида. Вот. Соответственно, в этом термуксе можно просто поставить питон и запускать там на нем. Непонятно, зачем это нужно, но иногда я даже этим пользуюсь. Вот. Этим самым термуксом. Сейчас покажу его, раз уж вопрос такой возник. Вот. Вот он. Видите? И тут можно что-то такое набирать. Здесь можно редактор запустить, питончик. Вот. Сейчас я, знаете, что сделаю? Я на него зайду. Нет? 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 О! О! Я сейчас с помощью ССХ присоединился к своему телефончику. Как? 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 ПКГ install питон. Как поставить? Тут спрашивают, как в термуксе поставить питон. ПКГ? ПКГ install питон. Вот и все. Собственно, я думаю, он у меня стоит. Вот. Но может быть сейчас он его обновит. Да, он говорит, что уже стоит. Вот. Вот мы запускаем Python 3. Для тех, кто не понял, я нахожусь сейчас на телефоне. Это телефон. Вот. Вот он там. Какой-то питон 397. Телефон. Видите? А, Арчи, Android. Другое дело, что зачем это нужно? Потому что неудобно программировать на телефоне или на планшете. Ну, как бы набор с клавиатуры медленный и неинтересный. Вот есть у вас там планшет с клавиатурой. Да. Вот. Ну вот. Значит, это я к тому, что все это можно. Вопрос зачем? Слушайте, вы меня это сбиваете с толку. У нас... Да. А, собственно, вот. Да. А мы пришли на вторую часть нашего разговора уже про питон. Окей. Значит, смотрите, какая интересная штука. Ну, или давайте... B-Python... Нет, B-Python плохо видно. Вот. Будем раскрашенный питон использовать. Если вам не понравится цветовая гамма, давайте советы. Потому что... Ну, мне показалось, что раскрашенный питон интереснее, чем не раскрашенный. Вот. Сейчас. Или... Как там... B-Python. Вот у нас есть... Сначала питон как калькулятор. Да, классический, значит, Гридовский прикол. Я думаю, что все, кто захочет, сами посмотрят питон как калькулятор. Понятно, что у питона есть забавное свойство... Ой, нет. Так делать нельзя. Давайте попробуем B-Python. У питона есть забавное свойство выводить все, что введено. Да. Когда вы работаете с командной строкой, а не интерпретируете файл, скрипт с помощью интерпретатора. Все, что вы вводите, какой бы вы объект не создали, этот объект, информация о нем выводится. Да. Вот, например, вот это означает... Фактически это означает следующее. Создать объект, константный числовой объект раз, два, три, четыре, пять. Дальше питон говорит, ну, тут создался константный числовой объект раз, два, три, четыре, пять. И тут же удаляет его, потому что он никому не нужен, этот объект. Вот. Да. Арифметическая операция. Понятно. Весь список арифметических операций доступен, допустим, здесь. Вот. Что из этого интересно в питоне? Арифметическая операция является, кстати, возведение в степени, например, которая есть. Вот. Арифметическими являются побитовые операции сдвига OR, XOR и END. Вот. И NOT, кстати. Bitwise NOT, пожалуйста. Да, побитовые. Ну, понятно, одноместные операции плюс-минус, операции умножения, деления, сложения, вычитания, остатка от деления, целочисленного деления. Давайте покажу, в чем разница. Вот. Ну, все, я думаю, догадались и так. Вот. Вот это очень смешная операция. Это операция математического умножения, которая не реализована в питоне. Она в питоне есть, но ни в одном из стандартных типов ее нет. Какой бы вы ни написали тип, она скажет, что эта операция не поддерживается для целых типов и так далее. Вы спросите, зачем она нужна? Ответ очень простой. В питоне есть библиотеки, в которых реализованы типы данных, поддерживающих матричное умножение. Например, матрицы. Просто они не входят в стандартный набор типов. Это типы, написанные отчасти на питоне или там на... Ну, короче говоря, это в пакетах питонных они есть. А так нет. Вот. Я думаю, что какой-нибудь... Импо... Рей... Слушайте, нет. Я буду нормально питоном пользоваться, с вашего позволения. Мне эти подсказки все бесят. Да? Вот. И рей... Хотя... Ладно, пока забьем. Я хотел привести пример этого mathmool. Или давайте все-таки приведем. Давайте посмотрим, где оно определено. Ай, не туда. Думаю, что должно быть определено для... А, mathmool. Матричное умножение. Не математическое умножение, а... Матричное умножение. Так. И... Ну, не знаю. Ну, давайте посмотрим модуль Ары какой-нибудь. Он имеет матричное умножение. Не, не умеет. Ну, ладно. В общем, я точно знаю, что это все умеет... Вот эта операция умеет numpy. Вот. Хорошо. Давайте... Давайте... Давайте все-таки не отступать. Numpy. Mathmool. Давайте попробуем. Копируем вот такую хигню. Копируем вот такую хигню. Та-дам! Ну вот, наконец-то. Что это был-то? А, это многомерные массивы. Это мы четырехмерный массив... До мной подмножили на четырехмерный массив. Но... Чё? Вот. Получили такую страшную штуку. Вот. Значит, матричное умножение. Да? То есть, это такой, значит, оператор, который в языке определен, но для обычных объектов, которые в этом языке существуют по умолчанию, не существует. Вот. Пожалуй, еще важное дополнение для тех, кто... о питоне узнал, ну, скажем так... Станислав советует айпайтон использовать. Я попробую в следующий раз. Для тех, кто о питоне узнал достаточно давно, с недавних пор в питоне появился так называемый Walrus Operator, оператор присва... Операция присваивания, похожая на операцию равно в C. То есть, выглядит это примерно так. Вы можете написать что-то типа if a, b, c равняется 1, 2, 3 if что-нибудь типа такого d равно a плюс b плюс c больше 0 and d больше 1 принц куклу Давайте еще и d запустим. О! Обратите внимание на то, что произошло. Вот в этот момент, давайте мы прямо это все повторим построчно, в нашем пространстве имен локальных не было имени d, а вот в этом, вот после выполнения этой страшной конструкции, имя d появилось. Давайте его посмотрим. Вот у нас функция dir показывает текущее поставство глобальных имен. Вот оно. То есть, фактически, вот это вот присваивание произошло, как в языке программирования C, где мы могли написать такую же конструкцию. Ну да, 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 C специально для этого приспособлен, для отстреливания ног именно на этих конструкциях. Все так. Тем не менее, если посмотреть соответствующий PEP, я забыл его номер, вы увидите довольно много рациональных примеров использования вот этого Waller's Operator, вот, когда он позволяет избежать дублирования кода, повысить читаемость и так дальше. Он огорожен некоторыми специальными штуками, чтобы им не злоупотребляли, в частности скобочками, и кое-где его использовать просто нельзя. Вот. Тем не менее, вот такой вот оператор. Ну, есть еще лямбды всякие, есть еще логические операции, разумеется, но про них мы поговорим. Не сегодня. Вот. И это что касаемо, что касаемо... Да, значит, из бонусов питона скажу, что в питоне целые числа обладают некоторым волшебным свойством. Они актуально бесконечны. То есть, нет ситуации переполнения числа чем-то кроме не влезла в память. Не советую экспериментировать с очень огромными числами, потому что в том же Linux, например, ну, вы будете долго ждать, пока вам скажут, что память кончилась, потому что там еще сначала весь своп оно займет, а своп он на диске, это все медленно, а у вас еще есть другие программы, которые в ремзах хотят работать. Не надо это делать. Но имейте в виду, что целые числа в питоне актуально бесконечны, и это, в общем, довольно удобно. Не нужно следить за переполнением. Понятное дело, что целые числа, влезающие в ячейку памяти, работают быстро, а целые числа вот такого сорта работают, ну, как двоично-десятичные. Ну, точнее, они не двоично-десятичные, конечно, они более хитро устроены, но тем не менее, да, как массивы числа. Вот. Но это те самые длинные целые, которые в школе, особенно умные ребята, реализуют самостоятельно на сиси плюс-плюс. Вот это все. Вот это вот они. Длинная арифметика в питоне из коробки. Вот. Это первое свойство. В какой-то момент, вот тут Виктор спрашивает, как они работают. У вас есть один и тот же тип данных, с точки зрения программиста целый, просто когда выясняется, что его нельзя представить в виде короткого целого, обычного, формат представления не меняется, и да, это как такой, значит, соответствующий вектор с соответствующими операциями. Ну и вот. Но прозрачно, с точки зрения программиста прозрачно, мы можем, если не ошибаюсь, давайте попробуем. Вот видите, да, что такое число, что вот такое число, они оба класса int, то есть, с точки зрения синтекиса, тип этого самого числа просто целый. А под капотом, да, разумеется, значит, целые, которые влезают в ячейку, хранятся в одной ячейке, и у них быстрая операция. Целые, которые не влезают в одну ячейку, они хранятся в виде векторов, и у них операция, ну, линейно замедленная. Ну да, помимо, значит, целых чисел, числа же бывают вещественные, вот, какие угодно. Надо сказать, что вещественные числа в опитоне представлены с той точностью, с которой они представлены на соответствующей платформе. Вот, и с этим связана одна забавная штука, которую я на каждой лекции показываю. Как вы думаете, чему равна такая сумма? Ответ на вопрос, почему эта сумма этому равна, достаточно простой. И состоит он в том, что не бывает вещественных чисел вообще. Их не бывает. Вещественные числа, это же предел обесконечной последовательности, ну, математически. Соответственно, то, с чем мы работаем, это модели вещественных чисел, представленные с определенной точностью. Вот сколько знаков после запятой умудрились запихнуть, двоичных, столько и... Да, 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 вот. И Е754, это как бы отдельная совершенно тема, не надо меня на нее покупать. Да. Вот. Конкретно 1.1 и 2.2 устроены таким образом, что двоичное число, вещественное число в двоичном представлении, как раз там встречаются вот эти погрешности этого представления. Они настолько велики, что, видите, достают до... Какого там знака? До 16-го знака, после запятой. Там они проявляются, или даже в 15-м. Ну, для любителей математики скажу сразу, что в питоне еще есть комплексные числа. Выглядят они вот так вот. Вот. Да, это было 2. Вот, видите? 7G в квадрате, это минус 49. Ну, разумеется, они... Разумеется, они, ну, имеют, да, вещественную природу. Вот. То есть комплексные арифметики из коробки прямо сразу в питоне засунут, в питоне появляются, поэтому тут все хорошо. Что еще такое рассказать про объекты, с которыми мы работаем? Объекты бывают составные, то есть состоящие из нескольких, занимающих произвольное место в памяти. Самый типичный составной, часто встречающийся составный объект от строка. Вот. В питоне со строками можно делать много всякой, всякой всячины. их можно умножать, только делить нельзя. Вот. Из них можно брать кусочки и так дальше. У строк очень большое количество методов, которые с ними с ними можно совершать. Ну, сейчас попробуем. Вот это все, что можно делать со строками, обратите внимание, много. Но мы будем про это говорить отдельно. Насчет того, нет строки константные. Целые числа, кстати, все числа и все строки в питоне константные. Обратите внимание на этот забавный казус. Мы его сейчас разрешим. У нас есть полчаса на это. То есть, когда мы говорим а равно 5, а это константа 5. Мы не можем изменить объект с именем а. Внезапно. Но об этом мы чуть позже поговорим. И когда мы говорим а мы не можем изменить содержимое объекта с именем а. То есть, мы не можем сказать а нулевое равняется, ну там, допустим, вот так вот. Строки константные. вот. Насчет того, конечные они или бесконечные, я думаю, что они актуально бесконечные. То есть, представить в виде строки можно любой прочтенный файл. Они актуальны бесконечные. У них нету фиксированной длины. То есть, эта конечность обусловлена только конечностью вашей архитектуры. Точнее, не так. Конкретной конфигурации. Короче, прагматика использования языка в данном месте, в данное время. Так они синтактически бесконечны. Вот. Так же, как бесконечный целый. Еще бывают последовательности объектов. Они же кортежи. Ну, допустим, а равно раз, два, три, четыре, пять. Вот он. По питоне они называются тюпли. Вот. Последовательности могут содержать самые разные объекты. Вот. У них тоже есть понятие секционирования. да. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот. Их тоже, кстати, можно умножать на числа кортежи. Это последовательность. По ним можно запускать цикл. Ну, все это нас ждет в будущем. Вот. Интереснее другое, что, например, у каждого объекта есть идентификатор ID. Нет, конечно, Виктор, а Array не может содержать разные объекты. Array может содержать только одинаковые объекты. Фактически, Array это отдельный внешний модуль в питоне, про который мы только мельком поговорим и далеко не сейчас. Вот. Функции массивов в питоне выполняют так называемые списки. Вот. Про них я сейчас упомяну. И они отличаются от... Ну, сейчас, погодите. Но нет, нет. Array это как раз так. Тут есть очень много вопросов уже на жизни цикла объектов, на то, когда они удаляются и так дальше. Вот. Когда мы будем говорить сегодня про связывание, мы на этот счет поговорим. Хорошо? Просто я... Не думайте, что я не вижу этих вопросов. Вот. Значит, да, тут у меня по плану рассказать про ID. Давайте попробуем. Значит, у нас есть A. Давайте A равно вот. ID вот A. ID это уникальный идентификатор объекта. В случае Python написанного на сейт, скорее всего, адрес. Давайте проверим. Это, скорее всего, адрес его в памяти. Да, вот видите, явно из кучи выделенный. У него... У него 0.7. Да! Вот, правильно, Виктор, лист. Про лист я сейчас скажу. Но почему-то здесь надо сказать сначала про ID. Я даже знаю, почему. Все объекты в Python имеют уникальный ID. Нету ни одного объекта, который имеет один и тот же ID. Вот, все они разные. Соответственно, что там? Да. В Python даже есть несколько разных, две разные операции сравнения. Давайте проверим. A, B. A равно B. Истина. Значит, два объекта A и B, они поэлементно равны. Является ли A объектом B? Нет. Это два разных объекта, которые поэлементно равны, но друг другом не являются. У них разные идентификаторы. Я надеюсь, разница между сравнением на равно и сравнением на из понятна. Вот тут пришла пора очень коротко рассказать про списки, те самые, о которых упоминал Виктор. Давайте попробуем. A равняется 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Соответственно, класс лист, A, B у нас все еще кортеж. Вот. Отличаются они тем, что они в квадратных скобках, а еще тем, что они модифицируемые. на этот раз. A, можно написать A, допустим, 5 равняется ку-ку. А, нету 5 элементов. Третья, вторая равняется ку-ку, и получится вот такая фигня. Фишка модифицируемых объектов состоит в том, что мы их модифицируем, а их идентификатор не меняется. Это тот же самый A. Смотрите. А здесь ку-ка-реку какой-нибудь. Ой, ну, неважно. Вот. Это один и тот же объект. Мы его, он mutable, он модифицируемый, мы можем его поменять. Значит, немножко про функцию type. Я, видите, все время пользуюсь функцией type для того, чтобы определить какой тип нашего объекта. Вот. Самое смешное, что функция type это не просто какая-то абстрактная функция, которая выводит нам на экран какую-то строку. это функция, которая возвращает конструктор данного объекта, фактически его класс. Смотрите, мы можем написать так, C равняется type вот, допустим, A. И мы можем написать что-то типа A равняется C. Это будет пустой список. Вот. То есть, когда я пишу вот такое, на самом деле я получаю класс данного объекта, ну, а дальше довольно забавно. Вот. То есть, типа, это такие объекты, с ними можно тоже что-то делать, да? Они тоже являются объектом, у них тоже есть тип. Он называется тип. И это наводит нас на мысль, что вот это слово type и вот это слово type это одно и то же. Type это такой конструктор, конструктор, ну, короче, такое очень-очень беглое знакомство с питоном, да? Наконец, функции в питоне это довольно важная штука в том смысле, что они не похожи на функции в большинстве языках программирования в силу того, что они не занимаются преобразованием определенного типа данных по определенному логаритму в определенный тип данных, а занимаются просто реализация этого самого алгоритма вне зависимости от того, какой тип данных у вас будет. Ну, мой типичный пример. Вот. Return a умножить на b плюс c. Почему он называется a2? Давайте назовем его как-нибудь по-другому. MoolSum. Вот. Что в данном случае я написал? Я определил функцию, питанию функцию MoolSum, которая есть в записи алгоритма первый объект умножить на второй прибавить третий. При этом мы можем вполне помножить три числа. Мы можем передать туда, допустим, строку. Мы можем передать туда фактически любой объект, который поддерживает умножение и сложение. они должны быть тюпель с листом. Видите? Список умножить на 2 плюс список. То есть запись алгоритма, если мы не предприняли никаких других действий, работает всегда, когда этот алгоритм вообще можно применить к данным объектам. То есть тип А должен поддерживать операцию умножения на тип Б, а тип С должен поддерживать операцию сложения с результатом вот этого умножения. Все. Вот. Как видите, когда я попытался сложить список с кортежем, на нас выругались, если я попытаюсь домножить на число, вот здесь я попытался сложить строку с числом, а если вот тут вот допустим взять это в кавычки, то у нас вылезет ошибка, что я не смог домножить кри на строку 2. Строки не домножаются. Вот. Значит, такие вот дела. Мы тут пропустили одну тему. Я, пожалуй, ее помечу, что ее надо перетащить операции сравнения надо перетащить в соответствующую тему сравнения. Вот. Потому что сейчас мне некогда объяснять про вот это. Хотя, может быть, имело бы смысл. Окей. Давайте пока мы это оставим. Если окажется время в конце реакции, то я сюда вернусь, если не забуду. Вот. Просто для сегодня есть более важная тема. Эта тема называется связывание объектов. Именно в нее я хочу въехать, чтобы мы въехали до конца, потому что без нее, в общем, трудно дальше ориентироваться в питоне. Для начала. Что происходит, когда мы пишем что-то типа такого? 2 умножить на 3 плюс 4. Да, я сказал 3 плюс 4, а не 34. Это плюс был, но... Кстати, это нововведение нового питона. Можно ставить какие угодно подчеркивания, они всего лишь разделяют группы цифр, чтобы длинные целые числа можно было за счет как-то красиво оформлять. Ну так вот, как работает вот эта команда? Что при этом происходит? При этом на самом деле происходит довольно много всего. Заводится константный объект 3. Сначала происходит естественно лексический парсинг. Лексический парсинг. Да, мы высматриваем какие вообще лексические конструкторы есть в этой штуке. Дальше происходит токсический анализ выражения, а дальше оно начинает вычисляться. При вычислении выражений сначала заводится объект 3, затем заводится объект 4. Это два константных целочисленных объекта. Затем вычисляется их сумма и как результат получается константный целочисленный объект 7. Затем заводится объект 2, потому что надо вычислить вот это умножение. Умножается на объект 7 получается константный целочисленный объект 14. Все предыдущие объекты ну по идее удаляются потому что они больше не нужны на них нет больше ссылок. Объект 14 на некоторое время зависает чтобы нам его вывел питон со словами у вас получилось 14 и тоже удаляется. Тут был вопрос как долго после этого он еще живет. Там есть несколько всяких оптимизаций штук и прочих интересных вещей которые сейчас пожалуй я освещать не буду с точки зрения опять-таки синтаксиса языка объект на который нету ссылок удаляется. Когда он удаляется из памяти это уже другой разговор. Это вопрос прагматики. Вот все кроме списков в нашем рассказе было константами объектами и числа и те и другие и третьи и кортежи и строки все это константные объекты которые невозможно модифицировать. Почему числа это константные объекты? Потому что здесь не происходит модификация объекта 3 объекта 4 и объекта 2. Здесь производится создание новых объектов и удаление старых. Любой объект в питоне можно заименовать с помощью операции связывания которая выглядит для всех остальных людей как операции присваивания могли написать вот так вот вот давайте выйдем и войдем чтобы у нас вот в результате чего в пространстве имен появляется новое имя а это имя а на самом деле ссылается на объект со значением на сочистный объект с значением 14 вот ну кстати сказать если мы напишем вот так вот то мы увидим полное соответствие имя и чему оно равно имя и чему равно имя и чему равно я забыл про функции что это тоже объект сейчас расскажу вот а равно 14 я забыл сказать что когда я рассказывал про функции вот здесь вот я забыл сказать одну простую штуку что вызов функции происходит вот таким вот образом а если мы просто напишем функцию знаете что кто нам скажет это функция то есть он поведет себя так же как если бы мы написали другой какой нибудь любой другой объект он сходит по ссылке покажет этот объект и скажет вот он это функция которая расположена вот по такому адресу все для того чтобы функцию вызвать надо что-то с ней сделать так вот функции это абсолютно такие же объекты от них можно вызвать type он скажет это функция ну в общем ничего кроме объекта в питоне нету прям совсем ничего это очень важно итак операция связывания мы можем написать b равно a при этом вопреки ожиданиям вот людей которые привыкли к классическим языкам программирования дорогой сокращенец нет функцию нельзя сократить сохранить переменную по двум причинам никакой разницы о давайте хороший пример чтобы было понятно почему терминология которую человек по имени сокращенец тот применяет мне не нравится смотрите вот есть функция мы можем написать там e равняется fun или r равняется fun что при этом произойдет у нашей функции окажется два абсолютно равноправных имени у нашего объекта а в результате вот этой операции связывания оказалось тоже два абсолютно равноправных имени как видите это одна и та же функция это вообще один тот же объект кстати у меня есть подозрение грязненькое да оно оправдалось обратите внимание сюда и сюда я же говорю это просто адрес да и то же самое абсолютно то же самое это тот же самый объект это объект у которого просто два имени вот абсолютно такая же история с а и б id от a id от b a из b r из fun видите да то есть в результате нашей операции связывания да совершенно справедливо только видите это абсолютно как бы автоматом происходит у нас у объектов появляются новые имена вот и все те из вас кто знаком с файлами систем в частности любыми unix знают на что это похоже это похоже на так называемые hard links дополнительные имена файлов в рамках одной файловой системе то есть фактически это просто много имен одного и того же объекта более того да 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 вот вот человек с ником вамбат как бы ровно отреагировал на это описание совершенно справедливо вот при этом мы даже можем спросить у питона сколько у тебя ссылок ну допустим вот на это самое на это самое р скажем так import sys sys.get ref get сказал я get ref count от р тут правда ждет нас некоторое разочарование нам скажут что этих ссылок 4 хотя мы создали только 2 р и фун вот где-то в процессе кстати а почему их 4 а не 3 давайте посмотрим ну 4 вот на этот вопрос я могу ответить только немного только ну как бы не прозрачно давайте посмотрим кстати про а понятно чисел чисел 14 уже уже 10 штук в подсистеме выполняющих питон так что это неинтересно вот на этот вопрос я могу ответить примерно так значит почему там было 4 функции а не 3 не знаю а вот почему объект на 1 больше это довольно понятно вот смотрите вот допустим у нас есть объект ну там раз да import sys почему sys getrefcount говорит что их 2 а не 1 на самом деле их конечно 1 потому что в момент вызова этого самого sys getrefcount там внутри этот объект получает еще одно имя и эти 2 имени то которое у нас здесь и то которому он был назван внутри функции getrefcount как раз питон и считает соответственно если мы напишем c ну b равняется a то getrefcount вернет 3 теперь можем удалить одно имя например a у нас останется b и у нас ну а нет уже и он скажет что их все еще 3 кстати а почему 3 о а вот это обратите внимание на вот эту странную на эту странную механизм это к вопросу о времени жизни объекта да смотрите какое-то время питон еще держал имя a в качестве ссылки на объект но потом пришел соответствующий сборщик музыка и сказал все это а уже не актуально и из трех ссылок оказалось две вот не знаю мне кажется что сокращение спрашивает зачем мне сделали зачем мне сделали на одну ссылку меньше мне кажется это сделали за тем чтобы getrefcount реально выдавал соответствующий номер соответствующей таблице все равно как мы только что убедились пользоваться этим в корыстных целях за исключением получения информации о состоянии кишок питона нельзя видите да что вот все еще было 3 а потом стало 2 поэтому ну да мы узнали что там в данный момент содержатся 3 ссылки одна из них вложенная ну и что в смысле та которая внутри getrefcount появилась тем не менее такая штука налицо вот обратите внимание также что операция дел это не операция удаления объекта удаление объекта происходит в тот момент когда на него исчезнет последняя ссылка вот смотрите у нас есть наша B вот если удалить B то через некоторое время удалится и сам объект потому что на него больше нету ссылок приходит сборщик мусора и говорит на этот объект больше ссылок нету я его удаляю вот удаление это удаление именно ссылки и больше ничего ровно так же как в примере про жесткую ссылку на файл удаление файла на самом деле является только удалением этой самой жесткой ссылки именем а файл сам помещается в список неиспользуемых в цепочку неиспользуемых только если вы удалили последнее на самом деле рифкаунт это очень популярная технология в большинстве современных языков программирования вот и просто в питоне она вшита ему под корку он на ней в принципе устроен работа с памятью и модель памяти питон значит есть объекты есть их имена при поименовании или связывании там допустим внутри списка объектов они количество ссылок на них увеличивается вот а при удалении этих ссылок уменьшается когда количество ссылок становится равно нулю объект считается освобожденным и удаляется да но тормозит он не очень по крайней мере если вы не занимаетесь массовым просто массовым и бесконечно большим созданием и тут же бесконечно большим удалением вот ну и вообще если вы боитесь что кто-то придет и затормозит программу пишите ее на си и запускайте ее в системе реального времени вот с понятием связывания связано понятие множественного связывания которое по классификации Николая Николаевич не пей воды является обязательным атрибутом нормального языка программирования то есть когда вы пишете что-то типа A B C равняется 1 2 3 обратите внимание что на то что при таком варианте связывания у вас имена A B и C получают свои значения ну как бы одновременно нет Артем я пробовал на таком инструменте так тоже работает то есть медленность вашего алгоритма на четвертом пенсиуме с 512 мегамм будет гораздо более заметна чем работа или не работа сборщика мусора в нужный или ненужный момент времени я вас уверяю вот обратите внимание на то что в отличие от ситуации сначала A равно 1 потом B равно 2 потом C равно 3 вот эта вот операция атомарная она атомарно присваивает значение ABC значение 1 2 3 с этим связан трюк который здесь вот в чатике уже упоминался что для того чтобы поменять значения A и B местами можно всего лишь написать A, B равняется B, A вот а вот на таких параметрах о котором говорит сокращение скажется даже micropight не работает поэтому не знаю что вы там хотите сделать домашку а вот значит вот видите множественное связывание обладает атомарным эффектом и поэтому все вот эти вот извращения с там заведением третьей переменной добавлением вот этим всем в питоне можно вот так вот обойти можно написать вот так A равняется B равняется C равняется 1 2 3 и тем самым у нас окажется что A это B то есть у объекта 1 2 3 4 окажется 3 имени А, B и C да вот ну и так дальше множественное связывание на самом деле в питоне имеет много всяких синтаксических фиговин интересных например можно написать вот так вот А, B, C звездочка A b e Ravnia Bueno извините Что при этом произойдет? Вот эта последовательность распилится на части Нулевой элемент последовательности приедет в А Первый элемент последовательности в Б Последний элемент последовательности в Е Предпоследний в Д А все остальные приедут в С Видите, какая волшебная штука Причем в С они приедут в виде чего? Смотрим на квадратные скобки В виде списка Вот, чтобы закончить сегодняшнюю лекцию У нас еще есть две темы важные Барс, вы затронули тему, которую я сегодня пропустил Я обещал рассказать про множественные сравнения Видимо, я эту тему вставлю в лекции про множественные сравнения И там расскажу Поэтому не буду отвечать сейчас на ваш вопрос Когда будем говорить про алгебру логики И про сравнения, тогда еще раз эта тема выплодит Я сегодня постараюсь Вот этот кусочек перенести в план будущих лекций Как минимум отмечу его, что мы его не проговорили Я хочу просто за оставшееся время Я хочу просто за оставшееся время договорить про идентификаторы И про связывание Так вот, я не зря сегодня в лекции упомянул кортежи и списки Хотя, вообще говоря, до них мы дойдем и не сразу Я их упомянул для того, чтобы сказать, что связывать можно не только именами Связывать можно, например, участвуем в составном элементе дар Ну, мы можем написать что-то типа Вот у нас есть А, да? Ну, хорошо, А равно 1, 2, 3 Мы можем написать С равняется 3АБ Да? Нет, не 1, 2, 3 А равняется вот так С равняется 3АБ Значит, что у нас? Три объекта Почему три? Ну, первый это тот, который внутри гейтеров каунта Второй это А А третий это С Объект с индексом 1 в кортеже С Тоже ссылается на А Поэтому даже если мы удалим А Ссылка на этот объект 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 2, 2 Из объекта С Останется А вот если его удалить О! Вот, пожалуйста, через некоторое время она исчезнет Интересно, вот Раньше так не было Какая-то хитрость в питоне появилась Вот этим временным удержанием О ссылке на объект Вот Можно, наверное, включить А, я знаю Это отложенная Отложенная проверка этого списка Чтобы было Кирилл, я посмотрю Но там должен быть 164 контекст Да, значит Я Поправлю А, вот здесь не обновил Поправлю Вот Значит Кирилл Если мы пишем Тоже будет ровно Один и тот же объект Да Один и тот же Вот Так что Когда вы работаете на питоне Всегда следует помнить Что вот этот знак равно Это немножко не то же самое Что перекладывание Вообще в питоне нет такого понятия Как переменная Воспринимаемая Как Такая коробка Куда можно положить значение Переменная С точки зрения питона Это такое имя Которое можно назвать Что угодно Именно по этой же причине Переменные В питоне Не типизированы Имена в питоне Не типизированы Вы не можете Заранее предсказать Какого типа будет Что-то Именуемое А Вместе с тем В питоне Типизация строгая Вы не можете Проделать операцию Над объектами Двух типов Если такой операции Не определено Вам будут ругаться Вам будет ругаться Питон И говорить Что-нибудь типа Не могу Помножить строку На На строку Вот Не могу Сложить строку С числом Никаких приведений Типов под капотом Происходить не будет Если вы попытались Выполнить операцию Под которую Не существует Конкретно заданные Операции Эта операция Не будет выполнена В отличие от Большинства языков Программирования С-стайл С-плюс-плюс Ужасно любят Приведение типов Через разные Вот Виктор Да естественно Существует способ Копировать объект Об этом мы будем Говорить Когда будем Говорить про Множественные объекты Способ копировать Тройку Не нужен совсем Да Если у вас Константный объект Три Потому что Вот константный Зачем копировать Ему просто Сколько Для константных Объектов Нет разницы Между связыванием И присваиванием Какая вам разница Сколько Происходит Распространение Константных Неизменяемых Объектов Множатся они В памяти Или они не множатся В памяти И все константные Объекты Имеют одно и то же Разница Никакой Вот Значит Итак Вениамин Об этом мы все точно Поговорим Но в свое время Когда мы будем Говорить о последовательности Вот Наша задача На сегодня Это осознать Понятие Связывания Как придание имени Или придание ссылки Из составного элемента данных Из составной структуры данных Познакомиться с такой штукой Как дир Которая Показывается В список всех имен В данный момент Находящихся В Пространстве имен Вот Ну и Немножко въехать В такое Общее питонирование Да Вот Вот Да Вот Значит Домашнее задание Для тех Кто собирается Сдавать домашнее задание Почитать Как минимум Начало Уже три Точно главы Туториал Вот Разумеется Добыть третий питон На компе Разумеется Добыть редактор Написать Первую программу Запустить ее В этом редакторе И О Здесь написано 148 турнир Да Вот сейчас я поменяю И Зарегистрироваться В eGenge Так На какой турнир Сто Шестьдесят Сто шестьдесят четвертый Вот Когда E-Judge Обретет способность Ну Скажем так Приемлемым способом Для меня Да Да Барс Вы правильно поняли Вот Но на самом деле Это довольно естественная штука Вот Тут задается вопрос Что Вместо коробки В которую мы кладем Объекты Мы Берем объекты И начинаем их Называть именами Значит Барс Задает вопрос С восклицательными знаками На самом деле Это технология Технология Ревкаунт Она очень популярна В больших Сверхбольших системах То есть Вот прям очень Вот Просто в питоне Она на уровне языка Все Значит Домашнее задание Рассказал 164 турнир Вставил Обратите внимание На то Что здесь Появится еще Домашнее задание С задачей Задача будет вырожденная Хеллоуорн Когда я Приму решение Что Еджадж Работает Адекватно Для меня То есть Сейчас на нем Можно зарегистрироваться Но мы сейчас С администратором Утрясаем Способ Ну как бы Я хочу Чтобы удобно Было Работать с задачами Пока что Там пока Работать неудобно Вот Если есть какие-то вопросы Ну как-то Нет Я зарегистрировался Все Давайте Хватит уже Я уже 7 минут Выжрал Вашего времени Лишнего Давайте мы на этом Закончим В следующий раз У нас Что у нас в следующий раз Ооо Вот как раз В следующий раз У нас логические выражения Алгебра логики Вот это вся Вся ерунда Очень Да Вот И Значит Мы Вот Будем об этом говорить Все Да Всех с праздником Сегодня дебаг дэй Да 256 день в году День программиста Все такое Вот всех поздравляю Вот На этом На этом В общем Наверное Позвольте закончить Субтитры сделал DimaTorzok